В годы Великой Отечественной войны ученые Казанского университета не только мужественно сражались за научное достояние страны, но и совершали открытия, которые стали достоянием общественности и, безусловно, помогли в борьбе с врагом. Химический факультет Казанского государственного университета под руководством Александра Арбузова развернул производство ценных медицинских препаратов. В 1941 году Арбузов синтезировал отечественную канифоль, которую применяли для пайки металлов и многого другого. В 1943 изготовленный в лаборатории арбузовый препарат диаминовтолемид использовали в изготовлении военных приборов. А уже позднее, в 1950-е годы, Арбузов разработал первое в мире лекарство, снижавшее интенсивность глаукома — фасарбин. Деятельность казанского ученого внесла поистине неоценимый вклад в развитие такого понятия дисциплины, как химия. Стоит отметить, что помимо совершенных открытий в мировом поле, Арбузов всегда старался поднимать уровень знаний Казанского университета. Уже в послевоенные годы академик возглавлял Химический институт Казанского филиала Академии наук СССР, созданный в 1945 году в Казани. Карина Саяхова, Универньюс.